Случается, что при переедании или питании в сухомятку, человек испытывает чувство жара и жжения за грудиной или в области шеи. Это изжога. Изжогой страдают в среднем около трети населения страны разного возраста. Однако изжога может являться симптомом нескольких серьезных заболеваний. Частый симптом, так называемый изжоги, испытывает очень много людей. Примерно 80% населения страдает этой болезнью. В той или иной степени встречается. В некоторых она проходит самостоятельно, некоторые применяют кое-какие препараты. В некоторых случаях заболевание прогрессирует и уже не сода, которая помогает на короткое время, уже недостаточно хорошо оккупировать этот симптом и страдает уже полностью состояние. Изжога. Это чувство жжения в области груди, которое может сопровождаться тошнотой, метеоризмом, отрыжкой, горьким или кислым привкусом во рту и в горле. Это происходит как результат заброса кислого содержимого желудка в пищевод. Изжога может быть признаком гастроэзофагиальной рефлюксной болезни. При расстройстве процессов пищеварения в желудке образуются различные органические кислоты. Происходит раздражение пищевода желчью, забрасываемой из желчного пузыря в 12-перстную кишку, а затем в желудок и далее в пищевод. В результате чего и происходит раздражение соляной кислотой стенок пищевода, проявляющиеся болью и сжением в области грудины. Постоянное воздействие кислоты на нижнюю часть пищевода приводит к изменениям. Первоначально это изменение касается в виде эрозии той или иной степени, последующей в язву с образованием сужения пищевода, структуры так называемых, и превращением эрозии, язв в раковые заболевания. Обращаться к специалистам нужно, в принципе, при первых же проявлении заболевания, потому что изжога – это всё-таки уже довольно-таки запущенный процесс. Изжога может возникнуть после переедания сладкого, острой или жирной пищи, при злоупотреблении алкоголем у беременных женщин, как побочный эффект, вызванный раздражением в области слизистой оболочки пищевода и желудка. Однако частое появление изжоги может свидетельствовать о хронических гастритах с повышением кислотности, появлении язв в области желудка, поражении 12-перстной кишки и пищевода. И если у пациента наблюдаются регулярные приступы изжоги, то необходимо проведение исследования функционирования пищеварительного тракта. На сегодняшний день гастроскопия с определением кислотности, уровня кислотности в разных отделах желудка и определение хеликобактер пилори различными методиками. Это уреазный диапсийный уреазный тест прямо на месте или же в лаборатории окраска и осмотр под микроскопом. Есть еще неинвазивные методы, это дыхательные тесты, которые тоже на сегодняшний день довольно-таки неплохие результаты дают. Так, при появлении изжоги ФГДС подробно изучит состояние слизистых оболочек пищевода, желудка и 12-перстной кишки, позволит своевременно обнаружить даже минимально выраженные изменения, которые хорошо поддаются современным методикам лечения. При обследовании у таких пациентов обнаруживается очень много различных заболеваний, в том числе являются раковые заболевания пищевода. Изжога может говорить о ряде серьезных заболеваний пищеварительного тракта, поэтому стоит помнить, что при ее первых проявлениях необходимо вовремя пройти обследование для предотвращения развития заболеваний. Важно помнить и о профилактике болезни. В основном это диета. Естественно, есть факторы, наследственные факторы, которых никуда не избежишь, но тем не менее, ранняя диагностика выявляет эти заболевания и дает возможность, чтобы эти заболевания не перешли в более серьезные формы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова